Безусловно, современный мир накладывает свои отпечатки на мир боевых искусств. Меняется техника, меняется методика, да и само отношение и популярность того или иного направления боевых искусств зависит от публичности и харизмы лидера школы и использования современных средств коммуникации для того, чтобы сказать «Мы есть». Конечно, зачастую это идет вразрез с устоявшимися традициями и нормами жизни, принятыми в лакинавском обществе. Чемпионат мира не является исключением среди событий, попавших в клещи между прошлым и настоящим, от которого зависит будущее. Поиск золотой середины, диктуемый современной жизнью и наследием предков, пожалуй, и является основным гордеевым узлом, развязать который удается только в рамках отдельной, неординарной личности. А победителей, как известно, не судят. Пожалуй, одним из самых известных мастеров в Будакане был сенсей Морио Хигаона. Хотя любое сравнение в такой компании кажется мне весьма и весьма условным. Но имя именно этого человека известно практически каждому, кто прознимался каратэ хотя бы больше одного года. Сенсей Морио Хигаона – единственный настоящий ученик великого мастера стиля Годзюрю Аничи Мияги, личность в мире каратэ выдающейся. Самодача и преданность каратэ, проявленные в течение его пути, были по достоинству оценены всемирно известным исследователем в мире боевых искусств Доном Драггером. Вот как он отозвался о Хигаоне, самым сильным, на его взгляд, каратисте Японии. Морио Хигаона – самый опасный человек в Японии. Те постоянные вызовы, которые он бросает себе, это неожиданное каратэ, и высший уровень знаний делает его выдающимся человеком. Автор большого количества видеопособий, книг и исследований в области каратэ, Сенсей Хигаона и сегодня заставляет восхищаться и уважать буквально после нескольких минут общения. Потрясающее обаяние и человеческая сила, и знания тончайших нюансов позволяет Морио Хигаона постоянно развивать свое каратэ, удивляя и являясь неприкосновенным авторитетом для своих учеников и предметом зависти для многих и многих других. Пожалуй, одна из самых многочисленных групп российских делегатов на турнире была представлена именно российским представительством Интернешнл Акинава Годжирио Каратэдо Федерейшн, возглавляемая Богданом Курилко, Йоргием Хачидзе, Романом Айвазовым. Ученики Сенсея Морио Хигаона прежде не испытывали свои силы в соревнованиях подобного уровня, да еще и в разделе кота, что, однако, не помешало им достойно выступить на турнире, доказав, что соревнования со своими правилами остаются соревнованиями, а хорошее каратэ всегда в почете. Тем более на Акинаве. И совсем не важно, профессионал ты или нет. Главное, что это дело всей твоей жизни. Прежде всего поймите, учителя, которые учат на Акинаве, они не профессионалы. Подумайте только, я тренировался здесь с мастером Рюкюта Майосы, которому сейчас 91 год. Он имеет 10-й дан уйочирю, но он не профессионал. Его отец занимался уйочирю, его дед занимался уйочирю, но у него нет плана и опыта проведения семинара, как у некоторых знаменитых учителей из Японии. Например, если я провожу семинар, у меня составлен план о тех упражнениях, которые нужно отработать. Акинавцы этого не понимают, потому что привыкли учить один на один, что называется, от сердца к сердцу. Я встречал среди хороших учителей, известных учителей, людей, которые держат свою забегаловку, рюмочную, грубо говоря. Очень много таксистов среди учителей. Вы можете ехать с таксистом, он будет вам кланяться, благодарить вам за каждую копейку, которую вы заплатите, а потом вы узнаете, что это оказывается 10-й дан. Они совершенно не скрывают, что они учителя, что они мастера. Но тем не менее, они не становятся какими-то богами, какими-то недоступными людьми. Они даже иногда кажутся намного ниже, чем они вообще есть. Акинавы действительно волшебная страна. Богатая интереснейшими открытиями и встречами. Одна из таких встреч произошла и с нами. Во время ужина, услышав, что у нас есть люди, говорящие по-японски, к нам подошла женщина. Оказалось, что это знаменитая на всю Акинаву певица Кино Кейку. Ее исполнению принадлежит песня, являющаяся неофициальным гимном Акинавы. Песни в исполнении госпожи Кино Кейку и ее семьи вы и слышите в нашем фильме. Как мне кажется, красота и мелодичность этих песен лучше всего способны передать атмосферу Акинавы, его гармонию и открытость. Во время разговора не могли мы не затронуть и тему каратэ. Каратэ – это часть самой Акинавы, потому что это часть нашей истории и культуры. Наверное, вы заметили, что многие движения в наших танцах похожи на движения каратэ. Мы все объединены одной традицией, и мы горды, понимая, что имеем такую культуру. Но как-то не жалко осознавать, чемпионат мира завершился. Получены медали и награды. Префектура Акинава подарила красивый праздник всем поклонникам традиционных боевых искусств. И хочется верить, что он никого не оставил равнодушными. Кто-то приобрел новые знания и новых друзей, кто-то получил новые степени мастерства, а кто-то задался новыми вопросами, поиск ответов на которые изменит всю дальнейшую жизнь и позволит приблизиться к пониманию загадки волшебного острова Акинавы. Но хотелось бы пожелать, чтобы для большинства из вас эта загадка так и осталась неразгаданной, чтобы вновь и вновь приезжать сюда, в поисках новых вопросов, на которые не нужны ответы. Поверьте, Акинава способна влюблять, и как настоящая любовь, она просто сделает вас лучше. Акинава действительно волшебный остров, и мы никогда не забываем об этом. Для меня Акинава всегда будет символом вдохновения и свободы. Она заставляет петь и танцевать, смеяться и радоваться жизни. Приезжая сюда, я уверена, каждый человек становится добрее и никогда не забудет время, проведенное здесь. Вероятно, наш фильм не дал ответа на вопросы, которые мы сами же и задавали. Но именно в этом и заключалась наша цель. Найдите свои ответы и задайте свои вопросы. А лично от себя могу добавить, боевые искусства Акинавы чрезвычайно хрупки. Будьте осторожны, озвучивая свои мысли. А лучше приезжайте к нам на Акинаву, и вы все поймете без слов. Академия Академия